привет youtube прямо сейчас вы посмотрите шикарную серию диплаз против динджи было полное мясо но я хочу вам напомнить чтобы не забывали ставить лайки и подписываться на канал и писать комментарии чтобы видео продвигались дальше и мы получали как можно больше людей в нашу прекрасный комьюнити любители киберспорта по лиге легенд приятного просмотра погнали best of 5 уже в топ-4 lcd мальча выход финал верхней сетки джинджи против диплазки джинджи вступают в игру в плей-оффах диплазы у нас свою первую серию привели в игре 3-2 против кити в супер потной напряженной серии и теперь у них реально тестирование тестирование через джинджи джина синий диплаз она красной сразу лисинчика забанили люсиду диплазы лучшего лесника на котором люсид у нас performance я чувствую что ли сюда и лисида в этой серии давать не будут корки забанили диплазы походу корки и азира будут банить или азира просто на фп дадут нет это не сайлас англ вообще никак там нет ультимейтов осол осол для шоумейкера но осол гига стронг чем но не знаю джинджи просто с плюс тир драфт с плюс тир драфт я джакс вроде как выглядит неплохо против левого драфта ну справа справа мне не нравится у них нету вообще ингиджи по сути никакого но у них очень сильный димфайт в плане зонинга какого-то рамбл лавра ли он соус их ультимейтами рената но надо не залить просто первые там 15-20 минут если дойти до тимфайтов тимфайтов скорее всего диплаза могут выигрывать хотя слева скил кэши ёбнутый азир сена 300 фейт скил очень много и там и там для фрэнклейн и джинджи маловато да даже не просто им дело мне кажется у них маловато именно контроля и какого-то есть виде рената хотя бы там есть вообще нету ингиджи толком нету так и пасы зашли движим поставили на старт клювах и минск или нам тут рыбалку устраивают и минк вместе с люсидом идут на редбов инфы у джинджи пока по моему не нужен джинджи есть инфа там вардик стоит который должен был спалить люсиды по которыми здесь проходил но здесь точно это есть люсид шишку нажал джинджи окей закинули вардик чови тот получит лавал один на первой пачке лавал два на первой пачке ну и у нас просто заспитили немножечко карту здесь но в целом мне кажется джинджи устраивает этот свет карты там кенча с сеной может быть трудновато дайвить дипласом с другой стороны давай тф рамбла дайвить могут особенно если у них будет на топе здесь на топе будут хорошие трейды и рамбл хп много потеряет плюс начнется на этом играет бак тп не даст например на лейн из его отзонят или если его убьют когда кастеры делали вы кричалки да так они же это делали все время пока у нас было во флане так люсид дайвим пейза подрутал келлина пейс хэндшейк люсид хорошо за дайвили дипласы ну все получилось получается а вот у канена то ничего не получилось на топе кинген флоу стоит они выдавить не пошли не в итоге не зря они заинвейдили не зря они захотели там давить все смогли реализовать за дайвили хорошо пейза пейс правда флешства не тратил лихен здесь пачку плюс-минус принимает но все равно даже по крепочкам и миг здесь вперед выходит я не немножко зонит от пачки кина люсид может сыграть под шове там подходит его бот-лейн люсид играет в итоге пока не ну чутка пробил канена никто не рискует сильно получает для себя на миде и не зафармил возвращается там уже поздно второй дракон для дипласов хим стековая душа лайн фазы в принципе идет так что устраивает обе команды но дипласы вышли там в два дрейка за третьего же джинджи будут драться мне не очень нравится у дипласов что у них особо нету ингейджа прям нормального у них больше дизенгейдж какой-то но при этом если дипласы будут забирать первые позиции на объектах то у них все будет хорошо то что дипласы хотят чтобы в них заходил драк джинджи у них очень много дизенгейдж у них очень много кнопок именно вот на реку а ролин сал рената с ультимейтами у келлен кончик саша сбивает глубокого водное путешествие ли хенс у лихенства шаут по нему там доигрывает здесь танчик претят в кинге на кинге на убили а лихенс выживает при этом джинджи сравнивать счет по телам один один она становится вышка на боте джинджи заберут у них 6 личинок это халява а тут еще и чё не подходит ой чё сейчас может сыграть хорошо елена 5 хороших инжейк дает келлен келлен живет келлен пока молодец так а джинджи тут т2 забирают просто на халяву практически ну вот они и 6 личинок дают о себе знать и дипласы особо ничего не могут делать там азербе и пире топ на миде сена там кинч который ты давить особо не можешь пачки неспокойный принимают и все и просто тф разгоняет карту вот вам и тф даже если на линии сильно не сдавил дальше по карте плюс при у которой он дает для своей команды на топе при у которой было учебе позволило получить 6 личинок до герольда взяли дипласы но по золу тоже две с половиной тысячи улетели да просто через мир будут заходить но дракона тоже начали джинджей дракона не делаю довольно быстро герольны выпустили просто под привозить так дипласы подходят люсит у люсит смайтит хорош люсит окей люсит продолжает смайтить все что можно после серии скейти разошелся песика просто уничтожил на смайтах еще и герольдс кстати стукнул по итогу не успели его забрать джинджи пока муваются в джангл дипласа в блюбав здесь отжимают люсит люсит не смайтит блюбав келлин хэндшейк слыша по кэннину кэннина съели отдали эквалайзер там очень больно келлину келлин флэш отдал и все на этом но как будто бы флэш хэндшейк давать в бай не лучший таргет да и mid turret еще и потеряли с этого пытались подраться в итоге отдали медвейв mid turret потеряли дипласы по моему челкают немножечко сейчас именно по ротации по карте джинджи идут в т2 опять-таки 6 личинок как же они обузят эти 6 личинок с азиром стены с тфом т2 еще одна падает вот глубоко запушил там кин вот как сейчас дипласом реально что-то находить здесь заходить на объект но они идут большая ульта у мейкера все еще есть два ультимейта есть у него два фута ультимейта до предмета есть него ли андре лайк готовы кин подстанет келлина келлина флэш келлину очень больно мика это дает себя и келлин без лица перед ракой а как а как но вот люсит подходит по лицу получает его зонит у хороших от четверых за рутал ульта тэфа пошла прилетает сюда еще ли хенс келлина улетит именно где классы просто бегут пяточки засверкали видите на и не могут объект зайти ой тут еще и келлина нашли фно флэш дабы или номер съел его здесь просто лихенс проглотил и заглотил кильчик для чёви чё на шор обымфорте джинджи в принципе на шорта быстрый глубоко все запущено мид принимает шоумейкер под т3 там люсита вижу не киньен люсита хотят поймать люсит те люсит выходит не достал до него чё вижу на на шаре они хотят по чаре сыграть до гейминг ультит келлина чё вина шафли выходит флэш выбились чё вилки их закрывают шоумейкер прилетает с телепорта дипласса и теперь пытаются спастись скин флэш-стан по шоумейкеру и все диплассы просто опять бегут лихен замедляет 1 так ульта кстати неплохая от келлина цепанул двоих но там сено шотнуло келлина просто он эквалайзер тоже в мимо был ультанул киньен к листу люсит пытается что-то подзонить у кей киньен заинтил как будто далеко по тура здесь полетел флоу ап особо не было получается один в одного за трейдли здесь дипласса но т2 забирают джинджи еще золото для себя получают и еще золото получают они кстати в т3 могут даже пойти они все фуловые тут там пока дипласса в 1 плюс это еще и на блю баф побежал думаю что видимо джинджи сюда не пойдут джинджи просто скрывают и 3 у них ни одной нормальной кнопки на engage чтобы по кому-то проактивно можно было сыграть все плей диплассов которые мы в этой игре видели это келлин пытается дать флэш рукопожатия на ренате больше у них опции нет играть в игру есть люсит который типа с ешки может прыгнуть во первых он шорт-рэндж во вторых его шотнут люсита поймали люсит сплошается к своей команде киньена опять убили канин опять далековато полетел здесь да king просто в размен уходит озер сена тф очень быстро любой таргет если который закинул локоть в контроль они его убивают так джинджи идут в т3 почве играют еще и уходит стоп-вотч он но флэш но он успевает ультануть и выйти окей шоумейкер да есть шоумейкер разменялся хотя бы один в одного люсит можно попробовать подчизить и люсит подстанил лихенца люсит у правда больно в ответ а вот лихенца вообще не больно и это опять файф пользу джинджи по итогу чё вы хорошую очень джоню нажал успел отдать ультимейт до того как кейлина вот сапанет тут кейнин играет кейлина с лиммингом кингена поймали на сайте кинген умер на кейнин вышел но как будто бы джинджи должны стартить на шоу потихонечку запушить мид топ зайти в нами джангл поставить себе deep vision стартануть есть еще затернуть пока мертвый рамбл вполне себе могут это делать они они уже очень силе этом 300 учебе шоумейкер так то скоро в рободон выйдет ролин соул 16 уровень швейкер так то тоже не слабый там на топе почти два предмета диз но по сути единственная опция диплассов камбэкнуть в эту игру это если джинджи флипнут на шора и агент джинджи просто не хотят рисковать так но вот тут файк какой-то лютит подстанил чё виски не нам ульта хорошая от кейлина но здесь фолопа уже нету еще и выбили флэш из кэннина выбили флэш и плаца нашли какой-то неплохой play для себя так ну чё-то диплассы отдали медвейв и кин просто может 3 скрыть им сейчас две стороны вообще диплассы вот на шора видим и стартить до диплассы и суша играют аликинсу летен суша у и люси да больно кин забирает ингип номер 1 кин забирает ингип номер 2 диплассы в ловушке надо надо как-то тернить они не могут затерли где от контроля о кинен спасибо за подарок а кин просто идет идти и джинджи надо сбивать реколы так шумы кир летит в чове шумы кир умер не заидел тф но он летит закрывать джинджи опять просто диплассов по карте развели джинджи просто опять развели диплассов по карте за это время кин при этом успел еще и 2-4 снять люсида поймали алюсе тот еще и кто остался у кино люси поход не выходит там флешу будет у кино да кинда флешивается это гг это гг но довольно легкая карта 1 джинджи за 32 минуты закрывают просто better макро и немножечко better draft в плане инициативности какой-то диплассы на синий теперь будут играть выбрать для себя синюю сторону посмотрим что у нас отравьте поменяется пока сена блокировки от джинджи джинджи не хотят продавать стену на фп так я пойду окна кондитера работа в это будет джей стоп джакс джангл и они сейчас доберут просто мидера чови ильича рамбл саппорт ну да озер для чего ничего удивительного здесь тристана выбирают еще больше д это соло а п рамбл саппорт но как будто бы суперады хэви нет что-то как будто бы 11 может быть и вроде классов классный драфт у них есть нормальный гейдж теперь у них есть и ульта бочки на тимфайты в айаре хорошая двойка люцинами сильная двойка смотришь на джинджи энгейджа нет контроля нет линия может быть сильная да но если они не темпят лайн фазу если они выигрывают сильную линию в тимфайтах выглядит как не драфт счет непонятное как будто бы реально может быть 11 таким драфтом ну так потрейдился здесь отдал вешку потерял хп потерял ману но джинджи за счет этого сплитит карту и джинджи делать то же самое что диплаз у нас сделали в первой карте но что-то кстати джинджи не особо вы их могут допушить как будто бы здесь левел один вот этот вот это вот это прикол не на там канин может спину зайти джинджи пытаются пушить диплаз и окей диплаз отдали все-таки лава 2 но поезда на пол хп пробили канена здесь видит и минк он лава 3 не толка не ну это супер гуд канин без кушки они не могут давить они не могут давить это супер год и минк но канин может быть сейчас вы подсосет здесь их пусть пачки подсосет дам сейчас 3 будет ему не хватило ему не хватило так и миг лава 2 взял но все равно зонятся здесь так они лава 3 получился одного крипа слушай играет по келлину келли флэш аут подходит сюда клюсят канину могут попробовать убить канину больно или хенсу тоже больно и люсит правда флэш дает по имену играет канин и миг флэш аут от зоне из полностью в 17 на 6 уже на боте да неприятно так люсит до лихенцы здесь не достанет хватило урона хватило урона съешьки убили все-таки лихенца ну много крипов не 7 минк потеряла конечно но дипласы смогли смогли выстоять этот натиск он фаза в целом идет для джинджи приятно но посмотрим как они будут разгонять карту дальше им надо опять пытаться давить бот там как раз таки чё весь привы на миде мувнулся в лес где пластом пробил чуть-чуть шоумейкера и не тоже подходит на red люсит ступсайде джинджи допушивает вейф на боте да ведь видимо они не будут так пока просто рэд отъели у люсита люсит может что они хотят дайвить сша неплохо вы флэшивается кин пытается разменяться в кингена чуть-чуть не хватило кину лихен с пейзом телен в итоге остался один под вышечкой телена здесь спокойно зафармили правда не получает для себя здесь стаки пейс я забрал рамбл 179 стаков обожание у пейза все еще остается окей джинджи затрылились умер кин нашли килл для келлина нашли килл на келлине все еще пейс плюс 20 две пластины съели так или иначе бот лэйн джинджи сильно очень выходит вперед так люсит на боте он на вижене на контрганг сюда идет киннин лихенс и все еще пятый уровень люсит понимает что на вижене пошел эквалайзер слышали кинс на перегревчике но там баба был хороший по нему залетает киннин тримон стан пейс снимает в итоге стаки и выигрывает от джинджи плюс 1000 золота для них яйкс люсит поздно понял что он на вижене к этому моменту уже перегрел сали хенс просто слыша сыграл шикарный стану шелкэннин и джинджи сильно выходит теперь вперед на боте еще сильнее чем это было до этого прикинь все джинджи в детстве говорит что ядрил ваговещение но это хорошая так шумейкер хорошая бочка кингена чарм попадает покину прекрасно играю дипласа здесь две хорошие ботички кинген нам выдал вы же в этой карте 20 грагас на топе а тут лихенс кинген на флэш лихенс на роме кинген так ну там вообще люсит подходит тп идет сюда кинген тёрнет в лихенца лихенс на флэш скорее всего должен умерать здесь прилетает шоумейкер хорошо шоумейкер чармик покину дэмэджа выдал люсит нормально доиграли но разменивается чави два в два по итогу утки не на боте келлен семенгом пытаются вы довести довели вроде и нен баблом чекает это все келлен к ненавидели вроде так кинген ульта есть мне кажется кинге часы луки может найти сша бочка оу кинген ты чё творишь кинген уау что-то перформанс на грагасе пока соки лет чови как красиво все кнопочки нажал бомба так тут дайв на боте хороший эквалайзер больно келлену с лиммингом келлена убивает стаки снимает пейс пока не на отстрел кенен в размен уходит прилетел сюда кинген не стал ворвать килл у имминга но подстраховался выйдите ботлейн так лихенс рико сбивает кингену ой там люсит к неню не увидел или чё подождите так в итоге играет по поезду бочка в этот раз плохая от кинген из-за интелли диплассы люсит умер имминг баба хороший попадает но там успевает вешка нажать человек так канин он показывает красота красота от кингена нас где роли форси джинджи героя забрал в итоге люсит опять люсит все смайтят герольда подбирают шоу мейкер летит вперед ищет чарм шоу мейкер чарм находит хорошо шоу мейкер кенни на убили кел забрал правда келлен но эйнивэй отличный плей для пассов опять смайтед люсит опять смайтед шоу мейкер еще хорошо чарм придержал по чове играет еще один чарм попадает шоу мейкер диплассы проснулись что творят так люсит полетели давить ли хенсен это еще один кел для шоу мейкера разменялись скил для рамбла не так страшно 303 шоу мейкер кинген бочка по из хорошо сайт стопает по из благодаря этому должен выживать так ульта ой кинген живет кинген живет кинген ты сейчас золотое преимущество в итоге у диплассов так но здесь кин правда шоу мейкер зонят отсюда кин потенциально забирает вышечку на топе вышка на боте дипласс уже успели успели первую забрать диплассы забирают мид тур и чарм опять попадает прекрасно по легенцу шоу мейкер диплассы они именно прям очень хорошо кнопки нажимают в этой карте и шоу мейкер еще один чарм здесь конечно я успел вышка нажать но в любом случае сколько чарма подряд шоу мейкера заладил по игрокам но главное чтобы диплассы по карте потом не зачелкали но они ведь личин никаких не отдавали триста на не так сильно будет на сайте душить плюс еще и триста на и джейс бихайнди дайдра в пивную джинджей но не мне но и у них особо нет опции какие-то play противно искать у нас у нас карты так шоу мейкер чарм все еще держит а вот теперь под контролю сюда прекрасно прекрасно шоу мейкер стоит работать шоу мейкер опять сразу чарм не тратит как же шоу мейкер выжидает с чармом все время как же мне это нравится так диплассы в т2 вообще сейчас пойдут на топе у них еще две личинки есть и герольд есть вышку забрал чёве на боте герольда стокует в т2 на топе правда в волны нету ладно т2 они не заберут без пачки были чё почти в триста то так ты вышел по поводу месса нет пока еще не успел так волна пошла лихенцы цепанули чарм мимо от шоу мейкера все равно убивает он лихенцы шоу мейкер это флеш был шоу мейкер ты чё чё-то этот перехайпил немножко малой так и нен его келев из чекает кенен подстанет келлина его сжирают просто за чарм здесь правда люсят мисс позиции в итоге снимает деньги пейс еще деньги для поезда там скоро четвертый слот может быть у драйвена 500 стрик на поэзи теперь становится шоу мейкер ищет чёве шоу мейкер чарм окей чёве флешаут прыгает вперед наоборот reset не получит комбо по именгу лихен сбежит вперед а у него нет а тут кинген у него бочка есть так-то кинген шоу мейкер чарм не попал эти класса это дизингейдж или вышли взяли т2 вышку на боте и или люсит печали умер за эту вышку пытался по темпу сыграть забрать т2 в итоге умер т2 забрал правда могут ли дипласы старте здесь на шора мертвым чёве еще 45 секунд в теории могут попробовать и поискать просто терна какой-то 2020 так и миджай у шоу мейкера ты на шор стартанули дача вещи 15 но это и не вы и филипп будет если они будут прям до конца надо как-то отзонить канена 4к держат там пинг стоит до дипласы дропнули пошли дракона просто забирать они не хотят флипать у них все прекрасно в этой карте у них better draft и мне нужно флипать они не флипают молодцы-молодцы дипласы ой иминг больно как лихенс от стрела дал иминг лихенс шаут дракона правда уже успел забрать канен вали но теперь дипласы еще и дрейка дали третьего и с на шором ничего не получилось но неприятно люсит в зоне джинджи забрали mid wave ну как будто бы можно опять на шора идти как будто бы можно опять пытаться идти на на шора там же джинджи час минус темпе пока ресетуют кинген еще сбил реколли хенсу да дипласы стартуют опять кинген о кинген переигрывает чёве в него отдали ультимейт джинджи бочку выбил кинген так она шора по-моему забрали дипласы джинджи проспали на шора диплас кия переиграли по макро плюс на шорт для дипласов окей файтин джинджи как будто бы тяжеловато нет чего ними хотя бы мид пачку не толкнули hello о кинген чёве живет кинген сейчас умрет я размере садим в 1 кинген тоже умер чёве спас арбалет щиточек с арбалета зарешал ну и все на этом для дипласов походу с этим план с этим на шором почему медвейв не пытались толкать но хоть как-то хоть слух пушить его чтобы там не знаю люсит вейв баффл стоял ну вообще в их сторону пушился здесь нижняя сетка есть да и т-2 с этим на шором должны дожать здесь дипласы но это видимо все что не получится люсит полетел хорошо убить чёве убили чёве но но даблки для шоумейкера дальше шоумейкер ищет чарм не попал чармом больно ему ульта дривина шоумейкер уходит в джоню обратную ульту окей шоумейкер живет 5 в 3 но шоумейкер суперло хп есть редэмшн и килина подхилили шоумейкеры нормально пол хп есть чё будем эндить пытаться да будем эндить пытаться ну чё-то воевата нету воевата нету на шор закончился шоумейкер с ультой опять у него маны мало шоумейкер чарм попал под джейсу ну и все данных окей и пласты забрали сторону минута до дракона это может быть душа для джин джин ой лихин сшаут чарм ушел пока в стоп-вотч больно кстати по именгу ульта дривен и прилетела поистов почти full слот как и минк 905 шоумейкер на ари 25 стаков минжай урона тьма и минк под червиной кинул неплохо люсят на фланге 7 кадрейк шоумейкер полетел вперед убил лихенца шоумейкер дракона дипласа забрали дальше шоумейкер смотрят чарм стан от кейнина залетает и не умирает лютит о цепанули поезда и чармик туда же и поезда убили можно идти по боту а там вы их забрал чаре ким тоже умер минус 4 у них милых есть пофиг что чаре забрал бот у них есть мид пачка это gg чаре тп на мид но он здесь не заберет пачка дача должен умирать отдают кисэс убегает отсюда и минк будет чизить и минк да флешуется килин афту слыша дал эндим 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 3 секунды 3 секунды до легенца т4 забрали дальше идем 2 ты 4 забрали все шоу-мейкер 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 хорош vp 11 дипласы 11 джинджи теперь опять на синий дипласы опять на красный как в первой карте но теперь стену я думаю дипласы точно будут банить посмотрим как пойдет по драфту да да я говорю что они обычно все-таки по фарму либо повышен впереди лучник просто нет куда больше золота брать если первую карту посмотришь там плюс 20 плюс 30 почти на каждой линии было с этого и голода и формируется удир пойдет надо кому-то полк есть который будет у варус от скорки нужен какой-то фронт-лейн плюс привы на топе даст неплохой драфт на самом деле для обеих команд и там и там есть ауты свои с другой стороны у нас там вайари двойка зерей подмели его с другой стороны паук с другой стороны чё вина корки это всегда опасно но при этом у дипласов может быть при его чуть ли не на трех линиях посмотри как пойдут трейды на боте то там дабл рейндж новая на все наверно рамбл варус должны давить линию привы на топе точно будет аудира мне кажется это пока самый ровный драфт который у нас был за три карты и выбили флэш из келлина так почем играют чармик хорошо вайари работают первая кровь для дипласов шоу-мейкер забирает фб так ли хенс чарм получил в лицо до флешивается окей лихинс соло келет шоу-мейкера но шоу-мейкер мог конечно сам флешнуть и он бы выжил на килл для рамбла не так чтобы страшно наверное ну не знаю можно было и выжить здесь так ли хенс вместе с кене нам хотят давить кингена шоу-мейкера телепорта нету люсят вот сайди кинген должен быть здесь мертвый и нормально таким гена пробил уже инген пытается что-то есть пододжить ну да его все равно убивает лихин забирает для себя второе убийство нормально зарубил плюс 2 кило получил для себя будут давить поезда по идее но боевата нету vision есть но телепорта учебе нет кина нет на пейс просто выходят на всякий случай до призам не задавит тут джинджи стартует дракона потихонечку пакета учебе не будет шоу-мейкер ловенький с базы прилетел под закупился люсят пойдет сюда от и наукингена телепорта нету надо выходить диплассом отдавать дракона т.п. прио джинджи да фридрэйк фридрэйк джинджи так кинген пока не наиграй вот еще кернию по кинген игры таки кингену задавили джинджи получать для тебя еще один кильчик 1000 золото преимущество трехни ноль рамбл саппорт выпускается геройками диплассами медвышку добрать не смогли особо никак не кроссмапят через корицию вышка на боте заберет джинджи медленно но верно выходит вперед по золоту за заказа релп поднял у стонкс гигача имен мульти играет по поясу поезду больно и миг без конца поиск выходит пока люте тульта лихенцы лихенство флэш на лихенцы должны убить полет 600 полюс 600 для звери вот это 100 макс реально вот это приятно и винга залетела и дракона должны забрать диплассы и стопнуть скил душе для джинджи плюс еще хим таковый дракон под миллио под у дирчика вполне себе здесь хорошо сидит окей и пас и нашли для себя есть хотя лихенс уже бежит с базы чё с пакетом до диплассы пока дракона столкнули страшно под пакетом забирать пакет надо переждать и видимо будет 5 на 5 файта люсят без ульты и мин без ульты ой похода джинджи то в итоге дракона получат они диплассы о там кстати поиску пил себе змеиный клык сразу вторым против милио против у дирак умом умом и джинджи запушив сайды и забирают и один на миде но все еще в районе 700 золота разница чё я второй слот себе добрал тоже потихонечку так именг тратить здесь келлин свой ультимейт именгу очень больно пробили ульта си джуани камер кладется под келли на келли на флэш вроде диплассы вышли и на пробили хорошо те что ли на чарме на позицию драконе забрали джинджи диплассом надо файтить нельзя давать душу там не убиваем эксанта будет но чё и пакет пинген потихонечку физ чекает шоумейкер ищет фланг 8 кадры и лихенс ой полю сюда играют так цепанули чё вылетает и пакете люсит умер шоумейкер там почти в соло pay заубил не хватило урона пока звери стрелять шоумейкер забрал баруса шумыть о живет шумыま У них мертвый джанглер, у них мертвый джанглер, у них мертвый джанглер, у них мертвый джанглер. Больно, больно к Санте, забрали к Санте. Кинген танчит, пока, но Кеннин просто смайтит дракона. Полетел вперед Эйминг, по Чове играет. Эйминг стреляет. Шо, Мейкер. Эйминг, слушай. Забрался Джу, убьют Чове, но надо на Шора забирать. Душу отдали, надо на Шора забирать. И Зерри съела очень много денег. Очень много денег съела Зерри. Блять, Шоу Мейкер просто царюга в этой серии пока. Как же он этот файт отыграл? Тут Шоу Мейкер в пейзерас пробил, и дальше файт возвращается, слыша, доигрывает. Кеннин его ультанул, Шоу Мейкер еще и вышел. Отвратительный эквалайзер от Лихенса мимо всех. Так, у нас Дипласа форсят на Шора. Тут один Лихенс, Дипласа получает на Шора. Выходят вперед по золоту, но у Джинджи душа. С другой стороны, Эйминг практически выходит в ЛДР четвертом. Потому что много денег съел. Зачем еще Винозад ультанул? Ну, чтобы выжить. Плюс за Дизенгейджел. В Либе и Пакет лежит, и Дипласы вперед идут. Он еще подамажил. Если бы он нажал вперед, его просто шопнули бы. Так, Кин. Физ чекает, поймал Чарм. Кин за Интел. Кин за Интел. Еще килл для Эйминга, Дипласы. Вперед, Дипласы. Погнали в Т2. Больно Лихенсу. Шоу Мейкер ищет Чарм. Не попадает. Т2 не забрали, Бейв съели у них. Больно Кингену. Кингена шотнули. Просто застрелуй ракетку в корке. В итоге один в одного разменялись. Плюс 3000 Дипласы ведут на Шор, пока на этом заканчивается. Но еще две минуты будет. Может быть, смогут какой-то Т2 вскрыть. Полетели. Есть пакет. Есть три большие ракеты. Летит на бот. Запушит еще бот. Джин-Джи стартанули. У них пакет. Они на таймере. Надо бы порсить, пока есть пакет. Так, Диплас. Смотрим. Что делаем? Ой, больно. По Люсиду прилетело. Цепанули еще Кингена. Пробили Кингену. Очень больно. Кинген. Еле живет Кинген. Может бэк-тпшнуть. Хорошая жонь от Шоум Мейкера. Шоум Мейкер пытается доиграть под Човенни. Пакет корки. Пакет корки. И мертвый джанглер у Дипласов. Надо что-то делать с реймингом. Они пытаются закончить Элдора. Элдор забрал Кинген. Это ГГ. Ну, это пакет. Просто это пакет Чови. Это пакет Чови. Длинзи. Несмотря на все сторони Дипласов. Карту забирают. Чуть-чуть Дипласы не дожали. Но все равно молодцы были в этой карте. Но не хватило. По ботику. Забрали Т2. 10 секунд. Люсида. Да, по идее, должны закончить. Люсид и Шоу Мейкер пытались вверху на Чови. И это не работает. Они просто начинают снять. У нас не хватает. Люсид и Шоу Мейкер будут вверху. Люсид и Шоу Мейкер будут вверху. Так, Люсид. Я не думаю, они будут вверху. Люсид. Люсид. Да, его шопнули. Гэ. Или Шоу Мейкер Чармима. Лихенса убил. Шоу Мейкер. Дальше. Но дальше что-то, да. Без шансов. Следующий, Кинген. Падает Нексус. 2-1 Пойза Джинджи. Здравствуйте. У нас тут четвертая карта. Бестов 5. Дипласские против Джинджи. Джинджи ведут 2-1. Пока побеждает только синяя сторона. Победят ли Дипласс эту карту? Сейчас мы не узнаем. Вайф ОП. Серий забрали у Пейза. Варус был в бане. При этом. Можно забрать отдачника плюс Ари. Люци нами. Люци нами для Диплассов. Из Дерелулу. Походу, у нас сейчас будут. Люци нами. Дерелулу. Урвот! Расчехляйте шутки про генерала. Расчехляйте. Лысая залупа на топе у Джинджи. Вот это вот. Внимание, обнаружено стороннее подключение. из города Волгоград. Урвот в левый траффайн вроде выглядела. Посмотрим, как у него матчап фрикса и будет работать. Так, Кэннин идет на бот. Тут большой вейв довольного имяга с Келленом. Пейз полетел вперед. Больно в лицо получил. Ой, там крипы. Там крипы. Там крипы. У него барьеры, если что, есть. Но больно. Но в Азиро матчап вроде должен быть неплохой. Плюс, опять-таки, ЛБ плюс Вай. Можно пытаться там шотать Азиро либо Зерри. От этого отыгрывать. Но правый драфт, конечно, Аутскелли, это просто в салат, мне кажется. У Дипласов с Азиром, Зерри, Лулу. У Дипласов фулл темпо. У них приу на трех линиях. И с этим приу на трех линиях нужно забирать все объекты. Нужно как-то находить для себя разгончик. Пока стартуют с личинок. Дальше заберут дракона, скорее всего. Пока кайнин дракона не стартанул. Приу на миде есть у Шоумейкера, есть чем на дракона мувница, чтобы кайнина оттуда отогнать. Так, кайнин, кстати, успел две личинки съесть. Да, приу на топе. Помогло здесь в этом плане кайнину. Ключит, слыша, по кайнину. Полетели, кайнину флэш. Кайнин должен быть мертвый. Должна быть первая кровь для диплассов здесь. Кайнин пытается, конечно, как-то спастись, но килл для Шоумейкера не избежен, если Люсит его не спиздит. Зачем? Так, имминг тут поиски чекает. Окей, больно поиску, отстрел. Хорошо, имминг. Нашли килл на поиске, выбили две самонерки. Супер гуд. Супер гуд. Преимущество почти в 3000 уже уходит. Вышечку на боте сейчас еще забирают. Кайнин получает герои для себя. Мувается сюда уругой тазир, хотя Люсит потихонечку сюда бежит. Да, два слота Люсиан. Так, Люсит Шоумейкер, выходит на топ, играют по Киену. Киен. Пытается выйти с помощью духа Вик Сайда. Но все равно умирает. Все равно умирает. Есть еще одно убийство для Люсиан. 3-0 в пользу Дипласов. Ну, Дипласам жизнен необходимо, короче, сейчас Т-1 на миде как-то вскрыть. Потому что этим карту хотя бы откроют, и можно будет заходить в Энамид Джангл, глубже, Вижен забирать. Забирав Т-1 на миде, они заберут Т-1 на топе точно. Там можно будет еще Т-2 какую-то там на боте посмотреть. Очень нужно забрать эту Т-1 на миде. Она лоу ХП. Ну, сейчас Джинджи, сейчас Джинджи играют на боте. ТП идет от Кингена на волков. И они хотят закрыть Джинджи. Здесь Зерри отрезан от команды. Хороший плей может быть для Дипласов. 5-4. Очень хорошо может быть. Кинген ждет нам Пейза, трапает. Кинген трапнул Пейза. Пробивает пока Зерри. Зерри больно. Накинули на Зерри редемшн. Пейз даже ешку не отдает. И все на этом. Как будто бы надо было забить хуй на Пейза и просто идти в команду туда. Нет, закрывать пытаться? Но не по Зерри играть. Ну, Митурет скрыли. Митурет скрыли Дипласы. Найс. Митурет забрали. Т-1 на боте задефали. В целом вышло неплохо. Кинген. Ну, Капчик. Нашли по Киннину. Тут поймали Чови. Чови убили. Хорошо. Убили Чови. Можно Т-2 на боте забрать. Еще золото для Дипласов. Пока все нормально. Вообще не ошибаются. Вообще ничего не дает Джинджи сделать. Пока норм. Т-2 на боте взяли. Найс. Плюс 700 Шоумейкера залетает. 5000 золота преимущественно на 21-й. Окей. В Корее его до этого пикал. В Корее, по-моему, в этом слете первый ругод. До этого много пикали раньше. В этом сезоне Випа пикал и Кабачар пикал. Может быть в Китае, но я в Китае не видел. Так, больно по языку. А как отстрела имминга и лихец тоже минус пол хп. Грань готова у Люцина. Еще и Кейнину сейчас накидает. Сколько же дэмэджа? Ой, это мертвый Кейнин, это на шор. Это на шор должен быть. Там Пейз еле выжил. Кейнин вышел. Как Кейнин-то вышел? Как Кейнин вышел? No way. Это было бы на шор сейчас. Ну ладно, дракона заберут. Т-2, может быть, скроют на миде. На Ворио Пейза. На шорту с учови. Мажор ПКС у нее не особо смотрел. Он шел одновременно с леком. Как, чё, я по Люциду. Ноу, 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 Люциц. Ошибка. А вот и ошибка. Это второй дракон. И это еще время скилеса для Джинджи. Ну, у дипластов на шор слабый, блин. Они не боятся на шора стартить. У них мало демеджа по на шору. Они его долго довольно делают. Им нужен какой-то кейдж перед на шором. Если они на шору вот так вот начнут делать, там мака, ёбаный. Там Азир, Зири. Их там так закрыты на шору могут, если они устартанут. Но, походу, сидим перед ним до следующего. Дрейка, не знаю. Дипластам надо как-то байкет на шора, выбивать телепорты. Какой-то... О, окей. Поехали, поехали. На шору стартанули. Ким к пешочкам идет, телепорт он тратить не собирается. Так, ну, слушайте. Кеннинтон оф эш, а это на шор фришный. Джинджи проспали вообще. Пока они дошли, дипласт все-таки уже забрали. Найс. Найс, дипласт на шорчик есть. Потом 100%, если бы джинджи просто позначили, такие, о, ребята, мы знаем, мы идем в контейс, и дипласты бы дропнули. Ну, хотя они знали, что флэша у Кеннина нету, от этого понимали, что это не особо прям флип. Так, Кеннинтон забрал Т3 на боте. Окей, дипласты потихонечку, потихонечку, эти трещины, трещины в этой игре находят. Именно. Больно пойду. О! О! Три автоатаки. Ой, слушайте, они сейчас заедить могут. Эмин купил Пейз за три автоатаки с барьером. Там четырех слотовый люциан, 345 кс-а. Двадцать девятая минута. Две стороны вскрыли. Окей, две стороны вскрыли вышли, боятся, 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 боятся все равно заинтить. Блин, ну дипласты вообще, что творят сегодня? Прошлая карта тоже была хорошая. Но если бы, да, если бы там на блю люциан не умер, была бы душа, правда. Но я думаю... Там еще бф сверху иминга и мерки появились, он почти фул слотовый. Как же больно от этого люциана. Почти фулл билд на 32-й минуте. 381 на 32-й минуте. 381. Так. Чуви, вступ в очередь шел. Бабл. Ой, хороший. Ну дипласты дизенгейджат. Так, чё, Вик, полетел вперед. Поймали Келена. Келена съели, рыбалочка удалась. Зафирили, зафирили, зафирили кинген. Кинген умер. Там 40 секунд и на Шора. Блядь. Диплассы. Ну, по идее, на Шора Джен-Джи не могут забирать. Там у Кингена ТП будет. Так. Шоумейкер с Люсидом хотят поймать Чови. Чови на ворде. Так. Чови без... Чови с ультой. Чови увозит за собой. Отдает ульту. Чови убили. Окей, это на Шорли Дипласс. Найс, Диплассы. Поймали Чови второй раз на сайте. 343 КС у Чови тоже есть. Чуть-чуть, конечно, за оверстепали Диплассы. Так, Дипласс. С на Шорчиком. Идут на последнюю сторону. Идут в Т3. Ведут практически 10 тысяч золота. Шоумейкер. Пробил Кина. Отстрел Лейминга. Так, на Зонинг. Ингип встанет через 10 секунд. На миде Диплассы, скорее всего, должны оставаться. Здесь добирать эти Ингипы заново. Потом могут еще и за душой вернуться. Да, потом уже только заканчивать пойдут. Там топ-вейв надо отпушивать. Сейчас кто-то пойдет отпушивать топ-вейв. Они смогут пройти на бот, на мид. Вышка азировская падает быстро. Они просто пойдут на дрейка. Даже Ингипы не пойдут забирать. Как же Диплассы не хотят выкинуть эту игру. Так, Кинт изчекает. Но пока дай, пока души, пока души, пока остаются. Супер аккуратно. На топе бафает вейв Кинген. Митингип почти дожали. Эйминг, двефты по поезду накинул еще неприятно. Окей, митингип забрали. Пошли в бот. Кинт. Судорожно пытается отпушивать все это дело. Как же этот Шоуммейкер по одной автоатаке свэшки накидывает в Ингип? О, Эйминг выбил флэш из Кенни на хорошую Эйминг, боже мой. Как же Эйминг ебет эту карту. Ну все, заканчиваем. Идем в Т4 потихонечку. Четыре в пять. Джинджи. Но должны флипать какой-то плей сейчас. Эйминг, по Кину накинул. Пошла волна Келлина. Но капнули Кина. Кинг слышаут. Кинген ультанул. Пауэрготику. Люсид. Люсида убили. Кинген там накопнул Зерри? Блядь. Кинген умер. А не дракон-то вообще не мог заберут. Там сейчас ТП в спину будет от Чови. Ебаный в рот. Чови? Ой, какой шаффл. Нами убили. Шоумейкер почти без маны. Замедлили. Там Лихенс не выпустит. Шоумейкер! Он убил и с Криптоблума захилился. Редемшн ему в ответ Лихенс накинул. Окей, Шоумейкер должен умирать все-таки. Это дракон для Джинджи. Это дракон для Джинджи. Там один имминг живой. Но у него мало маны. ХП тоже. И Чови просто фармят нахуй три воева. Три воева жрет по супер-крипаме. Дракон отдали. Три-три по драконам. Так, там имминга поймали. Минус клинс. Шоумейкер идет... Они идут бэкдорить, они идут бэкдорить. Шоумейкер в Нексус идет с Кингеном. Люси тоже полетел. Блять. Ульта Азира. Шоумейкер... Закончат. О май га-ха-ха-ха-ха. Они закончили. Домучили, домучили эту карту, реально. 2-2 у нас Сильвер Скрейпс, Динджи против Диплас. Против Диплас. 2-2. Сильвер Скрейпс, послушали. Объясняю для людей, которые не знают, что такое Сильвер Скрейпс. А то я видел на Ютубе в комментарии что-то типа. А что, разве Сильвер Скрейпс это не когда с 2-0, 3-2? Нет. Сильвер Скрейпс, нет когда 2-2. И всегда пятая карта, и перед пятой картой всегда Сильвер Скрейпс. А когда с 0-2 в 2-3, и это у нас Реверсвип называется. И музыки к этой специально никакой нет. Люцин Баня вместе с Вай против Люси, да? Рел Оупен, могут Рел ФПш. Ну сейчас, кстати, Джинджи в теории. Калиси должны забанить, наверное, Дипласа, нет? Сильвер Скрейп появился. Там, короче, давным-давно в Америке... Я не помню, или в Орлдс был это, или это просто Финал Энэйбл. Там забагалась музыка, и весь перерыв играл Сильвер Скрейпс. И с этого это пошло. Рел, да, Рел на ФП для Джинджи. Забаня левой, забаня лилисина, забрали для себя Рел. Эйминг, Люцин и Резери. Люси, Тайдес, Макай или... Сичуане здесь будет. Может быть, Попча вылезет, учитывая, что Рел в теории. Зерри будет, Лейминга. Зерри Макай. Офелиус... О, окей. Появляется Офелиус для Пейза, будут контестить с Келл Дерри. Неужели вы сейчас с Юми выкатите? Диплас. Ха-ха-ха-ха. Я говорю, да... Юмичка для Келлена. Но чат, ну там забрали Ардента, Лулу. Меллио здесь особо не нужен, поэтому очевидно, что здесь должна быть Юми. Так, Корки банят, Чови. Но в Лайнке хоть будут Кингену, скорее всего, просто Александр какой-нибудь. Это может Азира заберут на четвертый шоумейкеру. Азира Мэйби Джин Джинсами забанят. Банят КС-1 и пока. Не, ладно, Азира забирают. Собирают Азиры и оставляют контрпик Кингену. Но не Корки еще забанили, там, кто-то бы читал, что будет Азир. Это Ли Эксант сейчас будет. Это Ли Эксант и Кинген закрывает Атроксом. Фирменный. Фирменный Атрокс для Кингена со своим скинчиком. Ну, слушайте. Есть честно. У меня есть мысль о том, что Дипласы могут это выиграть. Это будет трудно. И это будет очень трудно. Скейл и там, и там хороший. Фронтлейн слева для Филиуса под Лоло есть. Но Дипласов супер комфорт в целом. У них есть Атрокс за Кинген, у них есть Азиры и Шоумейкер, у них есть Зерри Юми для имени Гаскеллина. Да, люсят на Си-Джи не самый его лучший чамп. Но Винобл, Винобл Диплас. И это будет супер апсет, если они обыграют сейчас Джинджи. О, Чови тут подъел. Остроклювиков немножечко. Топой сейчас его не тратил, что мы эти свои ТП отдал. Плюс 13 уже Чови на миде. Так, по именгу играют. Слыша, минус клинс, минус флэш, хорошо. Чови приехал. Вэшечка, больно именгу, первая кровь. Чови активизировался, пейс. Отдал килл Юми. Один в одного, получается трейд. Ну, неприятно. Но Чови пока дам. Чови пока хорош в этой игре, много всего делает. Линию хорошо давит. И здорово, умел на бот. Дипласы стартанули дракона. Там Лулушка подходит. Пробили здесь Шоумейкера. Шоумейкер под Чови играет. Слыша, Шоумейкер выбивает флэш из Чови. Тут Кейнин залетел, набит. Ну, Чови ТП будет. Чови ТП будет. Дракона дипласы забрали. Найс. Драконщика взяли. Химтекового дракона. Подъема. Why not? Помните? Скейверт скрейпс. Вот этот вот хайп. Пятая карта. Так, ну, кстати, может быть, лихенцы здесь смогут забрать, нет? Там ТП спин уйдет именгу. Иминг. Подру Толия дает клинс. Ульта Чови. Иминг. Больно. Иминг. Иминг умер. Чови. Опять вовремя оказывается там, где надо. В итоге Шоумейкер здесь ничего даже не сделает. Дабл килл для Чови 3-0 Толия. Здесь уже Ешка была. Ну, как будто бы, да, надо было реактивнее играть. Плюс у тебя слева Шоумейкер ТП давал. Может быть, надо было просто влево кайтить пытаться. Так, Шоумейкер здесь пока живется и степает. Шоумейкер под Чови играет. Ульта есть. Слыша. Люсид. Хорошо. Плюс 700 для Люсида. Жалко, не Шоумейкер забрал стрик. По Кейнину дальше работают. Кейнин выйдет. Кейди Пласа нашли для тебя убийство. Съели стрик с Толии. Найс. Чови с Лошом тоже. Он, да. Там, короче, Чови ждал флеш шоумейкера. В итоге Люсид сыграл с Лоша. Если бы Чови флешил, он там бы шоумейкер дофлешил. Чови бы все равно умер. Поэтому он решил, видимо, флеш за все ведь, потому что понимал, что точно умрет. Люсид. Поймали Кейнина. Вперед полетел Лейминг. Вроде неплохо смотрится, но сюда летит Чови. Люсид, но флеш. Люсид должен умирать. Редемпшн. Там Шоумейкер пытается до Пейза достать. Шоумейкер. Пейзи доживет. Кинген. Забрал Пейза. Так. Шоумейкер. Ульта еще есть. А его ультанул Кин. Шоумейкеру там больно. Откидывает от себя Кин. Шоумейкер вроде живет. Кинген ничего больше не находит. Один в одного за трейдились. Один в одного за трейдились. Минус самонерки Пейза, минус самонерки. Так, вообще, Джинджи нажали все самонерки, кроме телепорта Кина. У Дипласов остался флеша шоумейкера, флеша у Эйминга, флеша Люсида. Это точно в плюс для Дипласа Файт. Они еще и ЭДшника убили. Супер гуд. Супер гуд Диплас. Дракон минута, трех флешей не будет у Джинджи. Ой, точнее, всех флешей не будет у Джинджи, а три флеша будет у Диплас. Дракон тридцать, третий дракон может быть для Диплас. По золоту все ивен. Два предмета у Чови, два предмета у Пейза. По слотам выглядит получше немножко для Джинджи. Джинджи идут в топ, вижен. Отдают вижен на драконе. Возможно, просто будут кроссмапить, забирать т-1 на топе, дракона гивать. Они отдают третьим дракона Дипласом. Одна ошибка Джинджи, они отдают Инфернал Столл подойти от зверей и гейм-овер. Ну да, в Саше нету, позиции нету. Страшно заинтись. Ты один забрали при этом с Герольдом. Но это все равно риск очень большой, это все равно очень большой риск. Чови забирает один на боте. Две вышки вскрыли. Так, тут Лихенц поймали, Лихенц умер. Он на флэш. Замедлили еще. Дофлэшивается Эмик, забирает килл. Так, биг файт, шоумейкер. Цепанул Пейза. Это на шор, может быть, если файт зачистит. Там Пейз фрихитает пока. Кингену больно, Кинген. Кинген, блядь, это чемпионат мира в финал 22-го года. Кэнен. Пытается выйти, но Кэнен уже умрет. Это на шорт должен быть, нет? Вэшечка. Кэнен. Да, забрали Кэнена. Кингенэш. Ну, вообще, наверное, нет. 30 секунд до Кэнена еще. Это просто киллы. Это просто деньги. Хорош, шоумейкер. Ну, вот они, вот они, самой реки. Самой реки Дивчат. Флэш был у именинга, он с этого убил Лулу. Флэш был у шоумейкера, с этого они убили Пейза. Флэши зарешали тут. Вот сейчас они вижу на Шоры делают, но они не могут идти в на Шоры отдавать драконам, мне кажется. Даже если не на Шоры заберут, отдать Инфернл Сол. Слишком опасно. Под Зерри. С верм. Шоумейкер, кстати, в итоге не фуллтанк Азир идет. Он идет в Азиро просто с... Просто с Гроспом. Эйминг, блядь! Эйминг подставился без смонера. Эйминг пытается хилиться жить, эйминг умер. Там хорошая ульта от Азира. Вейт. Шоумейкер. Там Чови фрихитает. Кинген, слыша, по чему играет? Че ви слыша, вот Кин. Там Кин всех убивает на Декасанте на своем. Кинген, блядь! Эйминг, юб, твою мать! Ну почему опять ты? Такой важный момент. Опять ты. Без смонерок, без Микаэля Укелина. Ну куда? Ну куда? Почему ты опять лицом торгуешь? Ну куда ты идешь эту Вэшку давать? Кинген просто слыша, его, блядь, разъебал. Я не знаю. Эйминг не лечится. Вот у него вот это вот... Выкинуть игру, кичнуться, важный момент. Сколько можно? Но дракона не отдали, по идее. Или дракона не успели там сделать? Нет, дракон есть. Окей, Кинген, ничего не отдали? У Эйминга сейчас будет флэш. Пейс, Чови, Кейни нажали флэши. Лихенс тоже. Вообще, Джинджи так-то сейчас опять без смонерок. Пейс, Эйминг с лошом. Все нормально. Дипласы ничего не отдали толком, кроме киллов. Все гуд. Можно жить, можно жить. Не самая важная смерть. Не самая важная смерть. Живем. Так, правда, Дипласы отдали позицию. Вот это плохо. Вижены позицию отдали. Могут просто дроп-дропнуть дракона сейчас в теории. Да, они дропают дракона. Люци там кушки в стену грязался. Пейс от пушки хорошие. Джинджи идут в сторону на шору, как будто бы. Кинген, Кинген без стоп на боте. Кинген без стоп на боте. Кинген лейтс. Джинджи на шорт стартует. Шоумэки с лошом. Эйминг с лошом. 10к. Чови будет стену ставить. Чови. 9к. А трокс уже тут. Ставится стена. 6к. Там больно. Люсит. Залетает вперед. Эйминг на фланке. Флэша удает. Откайтил Кина. Шоумэкер. Смотрим. Чови цепанули. Чови, 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 Чови. Кинген. Ультан Уксанты его. Кинген умер. Шоумэкер. 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 Умер Шоумэкер. Блядь. 2 в 2 трейд. И Шоумэкер с Эммингом флэши нажали. Блядь. Он нашел двух керри. Но этого мало было. Ковари тысяч рублей еще накинул. Давай уже нормально топить за люсит. 1,4 сижу. Но я как будто бы сейчас. Уже реально. У меня уже похуй. Я уже хочу, чтобы Дипласа выиграли. Я до... Шоумэкер. Я это уже не контролирую. Оно самой от сердца идет. Мне хочется, чтобы выиграли Дипласа эту серию. Так, на Шоу расстартанули. 8К. В спине Кинген. Чови ставит стену. Ульта мимо от CG. На Шоу упал. На Шоу для Джинджи. Эмминг на фланге. Ну, позиция хорошая. Пострелять. Блядь. Эмминга поймали. Слышал. Кинген. 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 Окей. Пейс флэш. Чови флэш. Шоумэкер летит в Пейза. Плохо. Шоумэкер умер. Пейза поймали. Ой, Эмминга поймали. Еще Эмминг стреляет. Убил Кейнина. Так. Эмминг. Эмминг живет. Минус. Только Кейнин. Минус Люсид и Шоумэкер. На Шоу для Джинджи. Но, блядь, у нас вся игра просто... Ну, вот реально, каждый файт решают самонерки. Здесь сейчас были самонерки у Джинджи, они файт выиграли. Но у Дипласов, когда были самонерки, преимущество, они 2 в 2 затридлили с подвышки там. Вот вам и разница, почему Джинджи на Шоу здесь забрали и выиграли файт. 3 500 преимущество Джинджи, второго дракона они забирают. Контенсии, Дипласы это не могут. Чови 3,5 слота. Пейс 3,5 слота. Ксанте, 5,04. Довольно тонковый кин. Моэмин купил ЛДР, нормально все. ЛДР есть, грань скоро будет у Зерри. Зерри сильная. Ставится стена Чови. Цепанули Люсида. Люсида больно. Люсида шотнули просто, но... Люсида шотнули, иду дальше. Это сторона минимум для Джинджи. И это минимум сторона для Джинджи. Т3 падает. Ну, Чови решает. Чови Див происходит. Кэрли выиграл Чови. Стены Талии, наношори и так далее. Чови. Люсида, чтобы открыть сторону, поймал Чови. Не зря, все-таки он ключевой игрок. Джинджи и вот это вот все со всеми регалиями. Пятой карте клачет именно он пока. Човистер. Джинджи забирают еще одну Т2. Еще золото снимают. Минута 40 до нашора. 6 тысяч золото преимущество. Там, по идее, сейчас будет упа изграни, четвертый предмет. На Ворю иммиго появился. А потом, потом Лерпост мне пишет просто, что, типа, я в последнее время смотрю свои стримы и как будто ты хейтишь игроков все время, или что-то такое мне пишет. И сейчас я такой, блин, Чови молодец, игру типа реально клачет. На что разбирает Джинджи без контеста, да? Да. Чови молодец, ну, типа реально клачет игру, и он такой, бля, нет, это, пф, айминг просто фейсчекнул. Но это я хичу. Джинджи, так, хп идет сюда от Кингена. Поймали Люси, да, Люси пока живет. Кинген, подрубает ультимейт. Кинген фэшав дал. Шоумейкер дамажит, айминг там очень лоу, хп айминг супер лоу. Кинген фэшав. Там дракон, это третий дракон для Джинджи, либо душа для Дипласа. Дипласом очень трудно здесь что-либо сделать, умирает Кинген. Умирает Кинген. Кинген пошел просто в зоне здесь, и это третий дракон для Джинджи. И это третий дракон для Джинджи. Шоумейкер... Че-то они чувствуют урод здесь к Санту уже, да? И Шоумейкер погибает. Бот-вейв они отпушат, конечно. Но это минимум две стороны, а возможно и энд для Джинджи. Минимум две стороны, а возможно и энд. Ксанте, вау. Вау, Ксанте. Джинджи идут пытаться эндить. 20 секунд от Шоумейкера, Кинген встает через четыре. Пейс, пушки хорошие, вышки шотаются. Полетел вперед Кинген. Ищет Эйминга. Ультанул Эйминга. Эйминг пытается стрелять. Прилетает Кинген. Кинген, по Пейзу! Пейс слушает. Эйминг сейчас умрет, да? Эйминг убил одного. Ксанте? Ксанте? Ксанте покажи. Эйминг супер лоу. Там next упал. ГГ, Джинджи выигрывает серию 3-2. Дев хватило Дипласов, но Джинджи последнюю карту были порешительнее. Джинджи последнюю карту в самых ключевых моментах были лучше. Бля, какой же бой Диплас дали? Какой же бой они дали против Джинджи? Пять карт. Пятая карта супер близкая. Чуть-чуть по-другому пошли бы фейты. Чуть-чуть по-другому. Где-то там доиграть, когда самонерок не было у Джинджи. В том моменте, когда 2-2 они в итоге затрейдились. Была, была опция. Был шанс. Был шанс у Дипласов. Но слушайте, Дипласы мальчиками для битья вообще не будут в нижней сетке. Вообще не будут. Завтра играют Ти-1 против Хэллое, где явного фаворита прям тоже нету. Последнюю серию у нас Хэллое у Ти-1 выиграли. И завтра тоже вполне себе может быть пять карт. Ладно. Чови пятую карту заклачивал очень сильно. Очень сильно заклачивал пятую карту Чови. МВП. МВП этой карты стопроцентной. Завтра Ти-1 против Ханвелайф. Победитель будет играть против Джинджи. Проигравший отправляется играть против Диплаския. И это у нас будет в субботу и воскресенье. Так что на этих выходных мы уже узнаем имя первого финалиста ЛСК. Завтра всех жду. Завтра стрим на Твиче. В 11 утра по Москве. Ти-1 против Ханвелайф. Приходите. Приходите. Будет жарко. Редактор субтитров А.Семкин